Добро пожаловать на мой канал Меню Недели, где я публикую быстрые и простые рецепты, которые помогают экономить ваше время, силы и деньги на кухне. Сегодня поделюсь рецептом полезного варенья из сосновых шишек. Это варенье отличается насыщенным ароматом хвои и терпким смолистым привкусом. Шишки в готовом варенье получаются мягкими и вкусными. Для приготовления подойдут только молодые зеленые шишки. Они должны быть мягкими, липкими и легко прокалываться ногтем. У нас такие можно собрать с конца мая до середины июня, но сроки могут меняться в зависимости от вашего региона. Собранные вдали от города, заводов и трасс шишки обрабатываю в перчатках, так как смола трудно отмывается. Промываю их под проточной водой, отрезаю хвостики. Если шишки не очень мелкие, то разрезаю пополам. Высыпаю шишки в кастрюлю или таз, в котором будет вариться варенье. Всыпаю сахар, наливаю воду и ставлю на огонь. Варю на среднем огне, периодически помешивая до растворения сахара и закипания. После закипания уменьшаю огонь и варю еще минут 15-20. Шишки в сахарном сиропе поменяют свой цвет зеленого на оливковый. Варенье снимаю с огня, даю ему полностью остыть. Как правило, оставляю часов на 12, чтобы шишки напитались душистым сахарным сиропом. Далее опять ставлю на средний огонь и довожу до кипения. После того, как варенье закипит, убавляю огонь до минимального и варю около полутора часов, периодически снимая пенку. Сироп получается жидким, янтарного цвета. Шишки становятся от темно-оливкового до коричневого цветов и очень мягкими. Готовое варенье разливаю в заранее стерилизованные банки и закрываю крышками. Банки не переворачиваю. Накрываю их одеялом и оставляю на сутки. Затем ставлю в темное прохладное место на хранение. Все готово. Варенье из сосновых шишек обладает массой лечебных свойств. И в первую очередь помогает бороться с простудой. Поэтому осенью и зимой такая заготовка будет особенно ценной. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, чтобы не потерять этот рецепт. Видео, которые я публикую на своем канале, помогут вам экономить время, силы и деньги на кухне. С вами была Дарья Черненко. Удачи!